11 числа 4 дня назад я в магазине так я в магазине то что я говорю клянусь богом это все правда я ничего не выдумывал мне не надо выдумывать стоит продавщица и стоит покупать говорит к обращается ко мне посмотрите и показывает вот это с ее телефона почему у меня такие плоды белые чем опрыскать мне это слово сразу как этим у танцора сразу понятно зачем мне опрыскать вы что не видите что ли я взял гору вот скажите честно вы обрезку дерева делали я отрезал низкой ответственно вот специально там на небе какой-то ангел берет и подсказывает чтобы это выглядело убедительно она отрезала нижние скелетные ветки игра зачем это сделать а кто же корме накормит дерево заболела как на нем будут плоды плоды не виноваты хоть за это ольга исакова вам обращаюсь наталья медведя обращать цистерну подгоните к дереву ведь вам взяла пана послала вам туда где миллион по этих самых подписчиков взяла бы она послала вам это вот эту фотографию сколько бы мы нашли болезни а начиная с парши вот сказали было грибковое заболевание цистерну подгоняйте ну хотя бы тот балл вы понимаете что а хорошо она мне сказала что он отрезал низи скелетные ветки для меня это праздник я бегом сюда и вам показать это моя старая старинная публикация 100 лет назад ее делал нет не что 20 лет назад я тогда печатался в позиции вот у меня я загубил вот это дерево это у меня папировка она погибла я вот все сделал смотрите внимательно это было первый случай когда я распилил чтобы установить истину внимание вот раны которая делала самый левом внизу пусть это бледно сейчас выглядел но я тогда начал учить вас друзья я не выдержал я и для меня вот это истина что вот здесь вот через эту рану проник мороз и уничтожил дерево а таких ран несколько папировка которую если не подходить убить невозможно это одна из самых морозостойких и лучших сибирских сортов я специально зову сибирский в этом европе можете не знаете что у нас такое чудо есть и вот оно мертво и вот я пишу меня постоянно саногорские садоводы приглашает сады посмотреть на их погибшие молодые 10 20 деревьев еще не было той эпидемии страшный бактериального рака всегда беру садовую пилу и становлюсь патологоанатом я говорю помните этот самый что из как-то сильно я это сама занимаюсь самовосхвалением да я первый единственный патологоанатом на планете зато вижу больше всех также как люди умерщик все надо понять почему номер лечили от гриппа умер допустим от этого от рака или какой там это сама перед они то перед вами фрагмент мертвой яблоки вот так вот это знаменитая папировка ну и так далее так далее кора почернела погибла а теперь делаем поперек средств вырезанная на конца ветка сейчас чуть сделаем меньше оставила после себя не заживающий ран дорогу смерть о это знаете где было пойдемте само собой это сады сибири 2006 год прошло 20 лет 15 лет вы что думаете изменилось что там было написано железо в пургу несет и все и так нужно нижний скелет на ветке так они мешают вот этот простейший идиотизм примитивизм вот они патологоанатом вот они залазят сюда видите сюда залазит это я извините ветеран увидели вот я уже ты гриб-трутовик а вот тут вот раны нету смотрите все равно сердцевина мертва потому что вот тут проникла а вот эта фотография мы это крепишь саду моей подруги ну не моей подруги а ныне покойной царство небесное татьяна саннаги это ее подруга вот как яблони должны выглядеть почему сказать это корневой отводок нет у него штамба не положено ей по генетике не положено а а тот кто выше он бы сейчас звон баран по ноге он он бы сейчас до метра бы все убрал вот разница между нами и второй раз после всего что я беру специально еще раз после что я сказал то раз цитирую его ужас завышенная самооценка да у меня завышенная самооценка я знаю то чего не знает ни один человек на планете курдюма помогал проводил экспертизу нам с курдюма важно было знать или мы впервые это говорим или нам просто возьмут это не шутки это вот такая книга это она полностью противоречит всему садоводству все что за 200 лет и 100 лет публикации все это было придумано бесконечно академиками докторами наук член корами и вдруг все это оказывается не так он проверял все спасибо и был уже интернет все все каждый это вы вымерял его задача была доказать нет чтобы все что мы напишем что это мы придумали что это не плагиат и только один раз я не помню что оказалось что где-то в 30 40-е годы какой-то публикации встретил старое самое утверждение моё железо а все остальное это все и вот у меня сама сынка я единственный кто до этого догадался это это вы знаете еще догадался на мое время стекло дальше можно говорить о чем так более то вы знаете что мы произошли от кого нет еще стоит ли говорить об этом скажу ладно вот сейчас он еще больше гадости напишет почему ему не дано это понять мне статья новом сайте что мы произошли от гермафродитов первые люди были однополы не было второго пола разделение произошло потом вот это настолько очевидно на моем сайте есть фильм наши предки гермафродиты почему я это пишу и почему об этом не знает наука а мне кажется знает но там уже если победили геи а а это же правда она направлена против этих самых лгбт потому что зная эту правду нужно обязательно вернуть мужчин сделать мужчинами жесточайшие требования к воспитанию мальчиков жесточайшие мужчины должны ходить без трусов лучше бы в юбках но не потому что у них стремление стать день а юбки по которой спасут их эти самые которые не позволят перегреваться половым органом узким вот чтобы мужчина вернется мужчина вернется мужество и когда какая-то сволочь как те три убивали били по голове с размаху в это время полная сидела мужчин никто не поднялся это не случайно они не мужчины понимаете не мужчины они не мы там вдруг мы вы с этот самый как называть вы спецназовец а вы бы могли бы там стоять и смотреть так у нас один остался на сотню нормальных мужчин вот это вот гермафродит это надо осознать сначала может быть даже преподать это объясняет многое все это лгбт это все объясняет именно это полное разделение произошло женщин надо воспитывать как женщин и тогда их в лесбияны будет минимум я их уважаю они нормальные женщины это в крови у женщин и какая-то часть лесбиянство ничего в этом нет ни страшного ни плохого но но не надо из них делать мужчин тяжелой физической работы не надо женщин мужчин делать вот и о чем и тогда все это будет в рамках как было один два процента лесбиянок и 2-3 процента геев нормально хватало чтобы они были лучшими художниками артистами мы удивляя это у поражали нас более руны и у которых эти самые как-то помните вот у плохого танцора вот вот как должно быть мы высад гермафродит почему это замалчиво ведь знать правду это значит вернуть ведь китайцы что нас победят нас десять раз меньше ведь они же вся страна на улицах вся страна делает это самое вы понимаете в чем а у нас за компьютерами зайти за телефонами неужели непонятно куда идем но они-то не знают хоть бы один наш прорвался туда мы в наше время стекло поэтому я уже перешел на эту делу а вы потомки гермафродитов мальчики жесточайшая дисциплина жесточайшая дисциплина вот каких черта должны быть эти перегрет при перегрет яички до всю жизнь и не перегрет посмотрите мужики кто сидит дело с зажатыми жунов мы это тренируем большинство мужчин это трагедия для женщин то что соседи рожать это болезни это недоношенные дети это инкубаторские дети куда черту почему никто ничего это понять не может справа найти причину президент это может не знать хотя он этот сам спортсмен вопрос этого не знает но их помощники ни одного нормального чтобы стать с трибуны сказать девчата кончать его детей это калечить ну что поделать но сейчас есть стиральные машины меняйте пеленки дайте что больше ходили с это самое с голыми этими гениталиями мальчики физическая нагрузка постоянно постоянно спорты когда это школа 8 часов какие занятия в любую погоду но может кроме дождя зимой и летом вся школа на улице под музыку 30-40 минут упражнения 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 два часа позанимались все уже начинает перегрев яичек опять на улицу не кому спасти будет россии то